Девушки отдыхают Самая добрая наша рубрика отмечает день рождения проекту «Надежда на чудо» 8 лет. Для многих он остался простым мужиком с непростой судьбой. В Верхопскове вспомнить Михаила Евдокимова. Приехали гости со всей России и его близкие друзья. Я до сих пор не могу поверить, что его нет. И в моем телефоне до сих пор его номер. Это информационный канал «Город» в студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. Взрыв газа на заправке в Новоалтайске унес жизнь молодого парня, посетителя расположенного рядом летнего кафе «Алтай». Многочисленные ожоги получили еще три человека. Нелепая трагедия разыгралась рано утром в воскресенье. Подробности сегодня выяснял наш корреспондент Алексей Янкин. В воскресенье около пяти утра в Новоалтайске очевидцам удается заснять, как полыхает летнее кафе на выезде из города. На видео отчетливо слышится очередной хлопок взрыва. Но это уже заключительный этап трагедии. Все самое страшное произошло до этого. Взрыв произошел около мангала. Загорелось. Пламя распространилось до дороги и до заправки. То есть два взрыва было. Все. Потом начался пожар. Вспычкой прошел огонь. Разбежались люди, уехали машины. Ну, человека четыре, может быть, пять бежали в сторону дороги. Девушка упала, когда перебежала через дорогу вот в это место. А остальные побежали туда, в том направлении. Как сообщили очевидцы, повезло тем, кто в момент воспламенения побежал в сторону выезда из города. Им досталось меньше всего. Те же, кто инстинктивно двинулся к расположенной рядом заправке, получили самые большие ожоги. Всего из-за взрыва газа здесь пострадало четыре человека. Два парня и две девушки. В ожоговое отделение городской больницы номер 3 города Барнаула 6 числа поступило два молодых мужчины в возрасте 34 лет с термическими ожогами различной степени тяжести, площадью от 10% поверхности тела. В настоящий момент, с учетом крайней степени тяжести состояния, один пациент закончался. Второй пациент находится под наблюдением. Его состояние расстоянивается как средней степени тяжести. Средней тяжести состояния и у двух девушек, которых скорая доставила в Новоалтайскую горбольницу. По словам очевидцев, к инциденту привела утечка пропана на расположенной по соседству с кафе газовой заправке. Говорят, на АЗС в то утро велась перекачка газа из одной емкости в другую. Характерный запах чувствовался далеко за ее пределами. Как сообщил нам сегодня собственник кафе, такого стойкого запаха газа до ЧП не было никогда. А вот с владельцами самой заправки нам пообщаться не удалось. Вы не работаете, да, вот сейчас? Нет, закрыто. А до какого времени закрыто? Неспонятно. О площади взрыва и дальнейшего воспламенения говорит цвет травы. Видите, на всем протяжении, от газовой заправки до кафе, трава неестественно желтого цвета. Она попросту выгорела. Представление о масштабе взрыва хорошо дает съемка с квадрокоптера, которую нам предоставили в МЧС. Тем временем, смертельным происшествием в Новоалтайске уже заинтересовался Следственный комитет. Его специалисты начали опрос свидетелей и изъяли видео с камер наблюдения кафе и расположенных поблизости зданий. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 217 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах. Напомним, что 6 августа этого года на одной из заправочных станций на МЧС произошла утечка пропана. Газ распространился далеко за пределы станции, подошел к территории летнего кафе, где находились источники открытого огня. По данной статье, виновным могут ограничить свободу сроком до трех лет. Впрочем, какое бы суровое наказание ни вынесут, это не вернет родным парня, который стал жертвой чьей-то чудовищной ошибки. К месту трагедии новоалтайцы уже начали приносить живые цветы. Алексей Янкин, Александр Антропов, информационный канал «Город». На ближайшие сутки объявлен новый шторм-прогноз. Алтайские синоптики предупреждают, местами скорость ветра будет достигать 24 метра в секунду. Это очень сильные порывы, при которых стихия способна валить деревья и срывать крыши домов. Предельную осторожность спасатели советуют проявить водителям и всем, кто во время урагана окажется на улице. По данным Алтайского гидрометцентра, на регион надвигается мощная гроза. Она принесет сильные ливни и град в перемешку со шквалистым ветром. Непогода начнется 7 и продлится 8 августа. В эти дни предостерегают в Крыловом ЧС, стоит по возможности находиться в закрытых помещениях, а тем, кто за рулем, настоятельно рекомендуют соблюдать скоростной режим. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, звонить по телефону 101. Самая добрая наша рубрика в эти дни празднует свой день рождения. Благотворительный телепроект «Надежда на чудо» появился на экране 8 лет назад. За эти годы мы подарили тысячи подарков, исполнили сотни желаний онкобольных детей. Но главное, подарили надежду на выздоровление тысячам семей края. О том, как изменился проект за это недолгое время, сегодня и расскажем. В 2009 году отделение онкогематологии впервые открыло свои двери для нашей телекамеры. А вместе с ней для неравнодушных горожан, которые, не называя имен, оставляли больным детям игрушки и вещи. Бесчисленные истории, душевные доброты и тяжелой борьбы за жизнь уже 8 лет – главные темы наших выпусков. Все это время курирует проект руководитель общественной организации «Мать и дитя» Ольга Гога. Ко мне пришла такая вот идея. Друзей и журналистов много. Вот почему бы не обратиться к ним и не предложить такой вариант, когда практически мы можем задействовать целую площадку, такую как Алтайский край. Ольгу Михайловну называют «крестные тысячи алтайских мам», чьи дети справились с тяжелой болезнью и никогда больше не возвращались в онкоотделение. Вместе с врачами она ежедневно работала над выздоровлением малышей, даряя им эмоции. Находила тех, кто приносил в отделение книги, раскраски, игрушки, кто исполнял желания пациентов. Отделение осветилось улыбками. Большое спасибо всем, кто помог мне, потому что сейчас у меня трудный день и как раз подарок хорошо. Что такое для Вики кукла? Представляете, она ее обнимает, она ее целует. То есть идет позитивное состояние ребенка, оно улучшается. И на сегодняшний момент мы с вами замечаем, что Вики нет в отделении. Вика уехала домой вместе с куклой. И, во-первых, это доверие мамы, потому что она оказывается не одна в этой ситуации, а с ней оказываются, извините меня, все жители Алтайского края, которые жертвуют по копеечке для того, чтобы купить подарок для ее ребенка. Постепенно у проекта появились верные друзья, следователи, артисты, основатели барнаульских сообществ, студенты БЮИ. Они и сейчас устраивают для детей целые представления и дружат с ними вне стен больницы. Нельзя кого-то здесь любить больше, кого-то меньше. Просто некоторые очень долго здесь находятся, и мы постоянно с ними контактируем. С одним ребенком я общаюсь в контакте, то есть продолжаю общение. Это легко. За последние годы передачи «Надежда на чудо» стали говорить с большой сцены. Именно так называется масштабный театрально-благотворительный проект, в рамках которого известные городские банкиры, бизнесмены, политики становятся артистами. Вслед за собой они ведут в театр сотни горожан, посмотреть спектакль и внести вклад в спасение детской жизни. Мы, соответственно, не могли пропускать репетиции, мы не смогли бы просто облажаться. Ладно бы мы, нам было стыдно, но у нас за спинами стояла такая ответственная задача, поэтому это стимулировало, и, наверное, вот мы еще и научились, вот этот стержень у нас был. Поэтому благотворительность – это самое главное, что в этом проекте, что нас объединяет. Еще одна вершина «Надежда на чудо» – созданный на Алтае проект семейной реабилитации для тех, кто вышел в ремиссию. В июне психологи работали с первыми десятью семьями со всего края. Детям, которые годами были скованы болезнью, они помогали вновь открыться жизни, общаться со сверстниками и строить планы, а мамам вновь научиться жить собой. Я живу ребенком, так что мне лучше, если он радостный, общается, свободный, не зажатый. И уже у меня настроение поднимается от этого. И вы тоже себя свободнее чувствуете? Да, я тогда тоже маленько свободу почувствовала, дышать свободно, всегда напряжение, как-то спала. Проект «Я помогаю детям» – еще одно достижение. Его создают сами больные раком малыши. Они рисуют животных и природу, а затем рисунки переносят на кружки и блокноты для продажи. Для закрытых в отделении ребятишек это еще одна возможность сказать всем – мы боремся. Я люблю котов и собак, но собаки у меня не очень получаются, поэтому я нарисовала кота. Это внимание, внимание окружающих, им оно очень важно, им оно очень нужно. Ну а нам, как бы, нам тоже здорово, что наших детей видят, да, что наших детей замечают, что, в принципе, обращают внимание на наших деток, что они не потерянные, что они вот, они как солнышки у нас, они вот, они с нами. Но все же главным направлением проекта уже 8 лет остаются малыши, которые каждый день сражаются за свою жизнь с болезнью. Их тысячи – от младенцев до подростков, но они не сдаются. Когда силы на исходе, веру в лучшее им даете вы, многочисленные участники нашего телепроекта. Те, кто хотя бы раз был в отделении, дарил малышам улыбки, подарки или переводил деньги на лечение. Все средства идут на покупку лекарств, инфузоматов или билетов в федеральные центры, откуда смелые и сильные дети после важной и сложной операции благодарят десятке неизвестных людей. Мы регулярно показываем, как живут те, кто победил болезнь. За 8 лет существования проекта таких борцов уже немало, и их будет еще больше. Но для этого необходима и ваша помощь, дорогие телезрители. Мы верим, что вы не устанете дарить малышам свое время, эмоции и средства на лечение. Ведь нет ничего благороднее, чем спасать детские жизни. Татьяна Голубева, Анастасия Драган, Николай Шелко, информационный канал «Город». Необычное уголовное дело рассматривает суд Санкт-Петербурга. Язычницу из Барнаула обвиняют в оскорблении чувств верующих из-за картинки в интернете. Причем скрестить шпаги с женщиной решил тоже язычник. Уроженец Санкт-Петербурга давно наблюдал за ее поведением в соцсетях. В чем его главная претензия, расскажет Яна Аксенова. Нашла корень такой, выжгла полностью его орнаментами, рунами. Ну, получилось, ну, что-то такое для концентрации энергии. Энергия и помощь высших сил Натальи Телегиной из Барнаула понадобится в двойном размере, уверена язычница. Против нее завели уголовное дело за оскорбление чувств верующих. В одной из соцсетей Наталья выложила изображение викинга, который заносит молот над горящей церковью. Это возмутило язычника из Санкт-Петербурга Евгения Салтыкова под псевдонимом Сигвальд Годи. Он подал иск в суд. Наталья уверяет, злых умыслов не имела. Картинка создавалась к фестивалю о нападении викингов на Новгородскую область. Никаких ни комментариев, ни тем более призывов там не было. Просто одна картинка и все. Не знаю, я почему-то даже вот и сильно не думала. Мне просто понравилась вот иллюстрация сама. Сигвальд Годи – глава реконструкторской неоязыческой общины Асатру, которая с 19 века поддерживает традиции Древней Исландии. Члены общины считают эти идеи своей единственной верой. А вера Натальи не костюмирована. В жизни женщина носит обычные наряды, а свою религию особо не афиширует. Отмечает, пыталась связаться с обвинителем, но тот идти на контакт не захотел. Лишь сухо ответил, что действует в рамках закона. Я считаю недопустимым публичное распространение подобных материалов. Они выставляют мою религию, Асатру, как экстремистскую идеологию, что не соответствует действительности. И этим подвергают опасности свободу вероисповедания мою собственную и моих близких. Кроме этого, распространение таких материалов угрожает обществу культивированием неуважения к чужим ценностям, в данном случае религиозным. Адвокат Натальи называет обвинение «додумыванием». Говорит, это встречается чуть ли не в каждом деле по таким статьям. Основным доказательством по делу является экспертиза тех материалов, которые изменяются Телегиной. И как раз сам эксперт, он не объективен, он заинтересован в исходе дела. И я полагаю, что эксперт не должна была делать такое заключение, поскольку является секретарем Алтайского комитета по борьбе с экстремизмом или противодействием экстремизму. То есть, изначально, занимая позицию зависимую, человек принимает на себя обязательство сделать заключение для Следственного комитета. Уголовное дело направлено в суд Санкт-Петербурга. Сейчас Наталья написала ходатайство об ознакомлении с материалами дела. Дата судебного заседания неизвестна. А пока язычница раскладывает руны в надежде узнать, помогут ли обереги победить обидчика. Самое время проверить ее талисманы и амулеты в действии. Яна Аксенова, Василий Морозов, Николай Шелко, информационный канал «Город». Летние каникулы. Эти ребята ежегодно проводят не в оздоровительных лагерях или на морских побережьях, а в суровых, дождливых, болотистых местах Карелии. Уже 8 лет подряд бойцы поискового отряда «Высота» отправляются туда, чтобы найти останки алтайских солдат, воевавших когда-то на этой земле. На днях ребята вместе с их руководителем вернулись из очередной экспедиции. Чем запомнилась поездка, узнавал Илья Кочетков. Далее традиционный по понедельникам интервью. Никто не забыт, ничто не забыто. Для кого-то это просто лозунг, а для кого-то часть работы. В Барнаул уже из 8-й экспедиции вернулся поисковый отряд «Высота», который работал на местах боевой славы Великой Отечественной в Республике Карелия. И сегодня мы беседуем с командиром отряда Татьяной Надбайло. Здравствуйте. Здравствуйте, Илья. Татьяна Анатольевна, вкратце для тех, кто не знает по какой-то причине, чем занимается ваш отряд, какова его миссия. Поисковый отряд «Высота» работает под гидой поискового движения России. В рамках Алтайского оригинального отделения Всероссийского поискового движения. И наш отряд существует с 2010 года. Работаем мы в Республике Карелия по местам боев 27-й стрелковой дивизии. В составе этой дивизии два сибирских батальона в составе 2021 человека, которые были призваны из города Бийска и 17 районов Алтайского края, провели очень серьезные и жестокие сражения. Один из батальонов в составе 400 человек воевал на рубежах села Ругозера, для того, чтобы финские войска не смогли осуществить прорыв боевых позиций именно там, на этом месте. Все бойцы батальона погибли. И сегодня, благодаря усилиям правительства Карелии и правительства Алтайского края, на мемориале воинской славы около села Ругозера, есть памятные таблицы с именами 365 бойцов, увековеченных в Республике Карелия. Каковы итоги нынешнего поискового сезона? За время работы поискового отряда поднято 25 красноармейцев. Вахта памяти 2017 года для нас тоже была очень знаменательной. И самая главная миссия поднятия останков солдат была выполнена ребятами. Совместно с поисковиками Моизерского районного отряда «Вертикаль» были подняты останки двух солдат. Один из них оказался застегнут артиллерийским снарядом. То есть это было прямое попадание, и красноармеец лишился ног. Он умер мгновенно. То есть его все тело было изречено вот этими маленькими осколками снаряда. И когда мы поднимали эти останки, очень много осколков было найдено. Второй красноармеец был в метрах в 100-150 от первого красноармееца найден. Но по-другому мы их не можем назвать первой и второй, потому что мы на самом деле не знаем имен этих мужественных и геройских людей. И он был убит. Убит пулей прямым попаданием. И оказался отброшен этой пулей. И, в общем-то, лежал под этим маховым одеялом больше 70 лет. В раскопках, в поисках участвуют довольно молодые люди, школьники. Походные условия, болота, дожди, да, человеческие останки. Вроде бы не самое детское занятие. Ну, вы знаете, сейчас, наоборот, очень важно то, чтобы ребята прикоснулись вот к такой патриотической работе. У нас, на территории Алтайского края, к счастью нашему, только эвакуированы предприятия были. Боевых действий не велось. Ну, без учета, конечно, действий гражданской войны. Поэтому, когда они прикасаются руками, сердцем своим, видят отношения взрослых поисковиков Майозерского районного отряда «Вертикаль» к тем событиям. Вы ездите туда уже восьмой год. Раскопки там, насколько я знаю, велись уже и 30 лет назад. Вот как вы считаете, может ли когда-то наступить день, когда, можно будет сказать, все искать больше некого? Надежда, конечно, есть. Но сколько времени до окончания вот этих поисковых работ пройдет, никто не знает. Может быть, и внукам нашим и правнукам еще достанется. Поскольку места, особенно боевых, больших сражений, там очень много надо искать. Не всегда возможно, это же круглый год не проводится работа, в основном в летнее время. Поэтому работы еще очень и очень много. На мемориале сегодня захоронено примерно 120 останков красноармейцев, пограничников, горных стрелков, которые вместе с нашими дедами осуществляли оборону вот этого прорыва. Поэтому, ну, давайте посчитаем, сколько еще впереди. Работы очень много. И нас там ждут. Это правда. Спасибо. Я напоминаю, что мы беседовали с командиром поискового отряда «Высота» Татьяной Недмайло. Алтай для меня – это родина. Более 20 тысяч человек со всех уголков страны в эту субботу приехали в небольшое село Верхопское Смоленского района, чтобы еще раз вспомнить артиста и бывшего губернатора края Михаила Евдокимова. Фестиваль «Земляки», который изначально задумывался как исключительно местный и спортивный, вырос до всероссийского масштаба. С каждым годом почитателей таланта Евдокимова меньше не становится. В чем секрет народной любви? Узнавал Кирилл Полит. Таким дорогам наверняка могут позавидовать жители мегаполисов. Ровные, гладкие, словно зеркало. Долгое время были в ямах, пока их не взялся отремонтировать один из сельчан Михаил Евдокимов, тогда еще не губернатор. На свои деньги и с фирменным почерком качество гарантирую. Эти дороги и по сей день называют евдокимовскими. Ни одной заплатки или намека на неровность. Все улицы у нас отремонтированы. Прямо классно вообще. Все, он молодец, вообще сделал от и до исключительно. Просто и для деревни он много чего сделал. И вообще, ну классно вообще. Молодец он, прям даже слов нету. Они едва подбирают слова даже спустя 12 лет с момента гибели Михаила Евдокимова. Все как один отмечают, он был настоящим мужиком, как говорят здесь от Сахи, смешной на сцене серьезного власти. Отличный товарищ мужик, хороший человек. Мне он нравится, симпатизировал очень. Конечно, жаль, что его не стало. Евдокимов ворвался в жизни миллионов россиян с экранов ТВ. Тот самый мужик с красной мордой. Этот монолог и еще сотни других тут же ушли в народ. Дружбой с ним дорожили сельчане, известные политики, представители шоу-бизнеса. Певец Александр Маршал самому себе дал клятву ежегодно в начале августа быть здесь, на фестивале «Земляки». С тех пор держит слово. Я приезжаю, прежде всего, к своему другу, которого, к сожалению, нет уже. И я до сих пор не могу поверить, что его нет. И в моем телефоне до сих пор его номер я не стираю. То есть у меня это до сих пор не укладывается в голове. Стереть из памяти друзья не могут и 7 августа 2005 года. Автокатастрофа на Чуйском тракте перервала жизни трех человек. Алтай для Евдокимова стал не только родиной, но и местом упокоения. Его именем назовут один из буксиров в Бийском речном порту и среднюю общеобразовательную школу в Верховском. Спустя год на месте гибели Михаила Сергеевича будет построена часовинка в честь святого архангела Михаила по проекту двух архитекторов Анисифорова и Берникова. И здесь же будут высажены 47 березок. Именно столько лет было Михаилу Сергеевичу Евдокимову. По странному стечению обстоятельств именно этот символ России на Касагоре остановит губернаторский Мерседес. Здесь по-прежнему тихо и спокойно. Разве что иногда можно услышать клаксоны проезжающих мимо машин. Звание народный у артиста Евдокимова не было, только заслуженный. Но для миллионов почитателей его таланта он навсегда остался по-настоящему любимым и народным простым мужиком с непростой судьбой из села Верховское. Знаю, о тебе все чаще, чем дальше ты уходишь от меня. Кирилл Политов, Андрей Печоркин. Информационный канал «Город». Алтайский легкоатлет Сергей Шубенков вышел в финал чемпионата мира в Лондоне. Сегодня спортсмен будет отстаивать свой титул в беге на 110 метров с барьерами. В полуфинале Шубенков показал третий результат, преодолев дистанцию за 13,22 секунды. Вместе с ним бежали золотые и серебряные медалисты Олимпийских игр в Рио Омар Маклеут из Ямайки и испанец Орландо Артега. Для выхода в финал нужно было финишировать первым или вторым. Сергей не смог выйти напрямую, но прошел дальше. Полуфинал алтайского легкоатлета оказался самым быстрым, и четыре его участника будут стартовать в финале. Финал соревнований состоится уже сегодня в 3.30 по барнаульскому времени. Сергей Шубенков стартует по второй дорожке. Отметим, выступает Сергей в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской Федерации легкой атлетики в организации. Когда соревнования проходят несколько кругов, задача каждого круга – это выход следующий. Желательно еще и потратить для этого как можно меньше сил. Не сказать, что все очень легко, все удалось скорее, да, пришлось реально потрудиться. Ну, собственно говоря, вчера вся работа сделана, и теперь вот сейчас поедем разломимся и вечером в финал. Жители края сегодня ночью смогут увидеть лунное затмение. Оно продлится почти два часа, и его пик придется на 1 час и 20 минут. Это затмение будет неполным, тень от Земли закроет только часть лунного диска. В это время луна станет багрово-красной. Астрономическое явление можно будет увидеть почти на всей территории России, кроме Дальневосточного края. Будем надеяться на безоблачное небо этой ночью. Ну, а 21 августа произойдет полное солнечное затмение. Правда, у нас в это время будет уже глубокая ночь. Но если вы в этот день будете в США, Канаде, Западной Африке или Западной Европе, вам повезет увидеть это редко явление. Высокоурожайные сорта голландской земляники, которые уже 5 лет выращивают на Алтай, можно купить и в Барнауле. С 10 по 13 августа у торгового центра «Малина» будет работать специальная выставка. Рассаду выращивали так называемым методом фриго, что затем позволяет растению стопроцентно адаптироваться к любым условиям. Рассада крупноплодных сортов подойдет не только для дачи, но и для фермерских хозяйств. Всем желающим специалисты-садоводы расскажут на выставке, как правильно ухаживать за растениями и получить небывалый урожай. И о погоде. На смену с жарким выходным пришли прохладные дождливые будни. Завтра в Барнауле ветер северо-западный слабый, ночью до 17 днем, до 22 выше нуля. Высока вероятность дождей. Отличная вам рабочая неделя и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова